И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме, созданный в бездне, и по счёту у нас идёт пятая серия. И в прошлой серии всё закончилось на том, что Рокки и Рэк опустились до второго уровня бездны, поэтому просто давайте приступать к просмотру и смотреть, что же с ними будет происходить на этом уровне, и что они там увидят нового, да, и опустятся ли они ниже и так далее. Но перед тем, как мы приступим к просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, также подписываться на Телеграм и на Твич, ссылочки все есть в описании. Ну и те, кто хочет смотреть это аниме и другие, которые выходят у меня на канале на несколько серий вперёд без закрытия экрана, то в таком случае подписывайтесь на Бусти. Также на Бусти есть некоторые аниме, которых на Ютубе нету вообще, вот, поэтому подписывайтесь. Подписочка стоит 100 рублей, а ссылочка также в описании. Ну и желаю всем приятного просмотра, друзья, поехали смотреть. Значит, это второй уровень бездны. Так, субтитры отключить. Мы смогли, Рэк! Мы всё-таки прошли наши последние испытания. Это начало испытания, на секундочку. Нам удалось оторваться от них? Точно! Теперь нам не нужно волноваться, что нас поймают. Как я уже сказал в прошлой серии, в конце вам нужно волноваться по поводу того, что вас ожидает на каждом из уровней этой бездны. А не за том, что они... о том, что за вами кто-то там охотится и хочет вернуть назад. Они должны подготовиться к предстоящему пути. Вместе, не похожим ни на какое другое, человек всего лишь гость. Всего лишь враг. Всего лишь добыча. Везде опасность. Согласен. Согласен. Ты, когда приезжаешь в совсем другое, иное место, ты всего лишь, ну, чужак. Чужак. То есть, там есть животные, может быть, это какие-то люди, которые живут там уже на протяжении какого-то определенного времени, да. И поэтому ты для них чужак. Ты для них, прежде всего, человек, который вторгся на их территорию. И поэтому можешь представлять угрозу, потому что они тебя не знают. Они не знают, что у тебя на уме правильно, и поэтому могут воспринимать тебя как врага. И об этом нужно не забывать, об этом нужно помнить постоянно. Потому что наверху вы на своей территории. Вас все знают, и любой чужак, который прибыл даже, допустим, из бездны, он был бы для вас врагом. Также вы являетесь врагом для всех, кого вы встретите на протяжении этого погружения. Какие большие листья. Это максимально правильно. Ага. Даже запах зелени заметно усилился. К тому же, хотя эти листья и прячут нас от хищников, они мешают обзору. Слушай, Рэг. Может, они и огромные? Но они такие же, как Амагири. Амагири? Да. И вот, смотри. Ростки Амагири всегда указывают в направлении северо-бездны. Так же, как и листья. Только они всегда направлены в ее центр. О-о-о. Спасите. Чей-то голос. Сейчас другой. Что случилось? Тихо. Здесь кто-то есть. Спасите. Кто-то просит помощи. Но я бы не бежал. Я бы не бежал с нами голову, потому что это может быть ловушка какой-то. Правильно? Я бы опасался всего, что происходит на любом из уровней. Спасите. Спаси. А нет, тут помощь явно нужна. Там на земле. Это рейдер. Я прогоню эту тварь. Ёбаный. Спасите. Тут, мне кажется, уже помогать бесполезно. Это может быть ловушка. Ловушка? Да какая нахрен ловушка? Ты вообще еб... Они запоминают зова на помощь своей жертвы. А потом используют их, чтобы заманить других. А это значит, что человек уже... А-а-а. А-а-а. Трек, пригнись! А вот и добро пожаловать в приключения. Я его ждал. Вот оно, блядь. Все хорошо. Я... Я еще могу достать. Успокойся. Нельзя промахнуться. Вот оно начало. Вот оно начало приключений. Ксессер и Далец. Блин, интересное название. В связи с тем, чем они на самом деле занимаются. То есть, в случае, когда они... Убьютшего из жертвы. Они запоминают последние слова, сказанные этой жертвы. Да. Типа, просьба о помощи. И так, о спасении. И так далее. И при этом, таким образом, они созывают и тех, кто еще находится, допустим, поблизости и рядом. Для того, чтобы те попробовали помочь. И при этом угодили в ловушку. И пошли на пропитание его же тоже. Понял. Но все равно, меня беспокоит, типа, озвучка. Не то, чтобы она меня беспокоит. Озвучку я посмотрел. Озвучку я правильную смотрю. Конкретно именно в Anilibri. Да, именно эта озвучка. Но почему-то у меня беспокоят звуки. Они какие-то... Не то, чтобы неестественные. И не то, чтобы даже не какие-то тихие. Такое ощущение, будто у меня наушники в каком-то другом режиме. Хотя нет, они у меня в обычном, да? И из-за этого какое-то такое неестественное, что ли, звучание. То есть, какое-то такое не басистое. Такое, знаете, напоминает какую-то такую вот монофонию. Если вы помните вообще, что такое. Раньше в телефонах были полифония, монофония. Вот. Это вот чем-то напоминает мне. Так, подождите. Хотя, я не исключаю того, я недавно переключал свой плеер в режиме эквалайзер, получается. Рок. Эквалайзер, рок. Нахрен его убрать, мать вашу. Вот так вот эквалайзер отрубил. Ну-ка. Рек! Вот черт. Она поднимает ее все выше. А вот так, мне кажется, получше. Куда? Не, ну с рэком он не справится. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Он же поднимает ее выше, а поднимая ее выше, на нее начинает действовать проклятие. Ее скормит петенца? Нет! Не надо! Так выстрелили не своей пушки этой. Рика! блять а это только второй уровень ребята только второй уровень всего лишь и первые первые первое животное которое не встретили снова но все же это чувство мое тело помнят в прошлом я уже делал это но нахуй ни хуя он у ебал ты смотри на этот прокаст лови лови хватает хорошо и вот вновь повторю она кое-что сделала но вновь повторюсь представьте что было бы с ней то есть все учителя далее были правы по поводу того что ты не готова опускаться на этот уровень да ты не готова начать искать свою мать ты всего лишь красный свисток ты ничего не можешь тут погиб даже фиолетовый этот свисток то она всего-то красный и будь она одна будь она без рэга не будь у него этих вот уникальных способностей да пусть он даже не помнит кем он является не помнит против против какие у него способности есть но все равно как бы срабатывает такой вот механизм того что он пользовался этим да и он все это делает как бы автоматически потому что в подсознании у него есть именно умение пользоваться теми либо иными своими способностями да ему нужно какое-то время либо какой-то толчок для того чтобы он вспомнил да вот но вот как сейчас произошло но все же он как бы этого но то есть суть в чем суть том что будь она одна она бы уже несколько раз наверное померла бы и все и не было бы никакой никаких тебя поисков матери никакой те надежды не было бы тебе ничего что ты там жаждала допустим где-то там опуститься и увидеть не было бы ничего то есть это указывает ребята на то что не всегда нужно именно делать то как вы считаете допустим где-то как-то нужным то есть вот такой вот ситуации когда вас человек более умный более взрослый да отчего-то скажем так предостерегает то есть говорит что вот так то так то так то туда-то вас уваться не надо туда тусоваться нельзя потому что вы еще не готовы вы еще малы вас мало сил лучше послушайте то есть человек знает именно о чем он говорит лучше его послушайте иначе можете оказаться вот такой вот полный жопы не когда-то вот такой что нас нападут какие-то рыдальцы а просто произойдет ну мало ли что произойдет то что как бы ничего хорошего вам не сулит правильно она бы реально уже умерла бы а это проклятие бездны да и это всего-то второй уровень то есть она всего-то от второго уровня извиняюсь проблевалась и вырубилась при небольшом подъеме а представьте что будет дальше и будет ли у нее возможность вернуть и рак мне кажется вот он выстрелил своей этой пушкой она тоже наверно забирают у него часть какой-то энергии или силы ему нужна подпитка причем много подпитки в плане именно еды или более электричество а если бы это сделала она бы умерла вот и конкретно взрыв наверно сам контролируешь человек созданный для того чтобы обитать в бездне наверное на любых уровнях и проснулась ты все лежала и я уже начал беспокоиться но тебе стоит еще чуть-чуть полежать все там еще ничего нету ничего не выросло а еще это же ты спас меня так ведь рэк рэк это ты сделал я растерялся на секунду но похоже что это было именно я да как хочешь так и называй слишком легкомысленно я чуть не задел тебя своим выстрелом если бы задел так он был примерно вот такой кто был размер твоего лазера когда ты спас меня в первый раз ты выстрелил с расстояние 200 метров все будет хорошо так похоже что раньше ты хорошо управлялся значит он раз у него был такой вот типа а сейчас гораздо больший именно вот радиус да и диаметр это тотала поражение его значит он может это конкретно контролировать то есть он может контролировать наверное как то есть он может делать наверное маленький типа небольшой типа луч то вот лазер я такой-то да может делать его шире-шире-шире в зависимости от сил которые у него есть на данный момент да то есть подпитан comum на нормально. И в зависимости именно вот, ну, наверное, там где-то как-то от дальности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если это какие-то формальности, это он все может контролировать именно конкретно сам. Если, конечно, научится целиком и полностью, потому что если он именно стрелял таким лучом и причем на расстоянии 200 метров и попал конкретно именно в точку. Плюс, посмотрите, в прошлой серии показывали, что... В этой серии показали, что у него очень хороший слух, то есть он слышит лучше, чем люди. В прошлой серии показали то, что у него лучшие глаза, то есть у него в глазах тоже какой-то механизм, который дает ему видеть именно дальше, да, чем обычные люди, то есть как будто бы он смотрит типа где-то в какой-то бинокль, и плюс ко всему это, используя пушку, да, то есть у него глазеры, получается, как прицел, глаза, как своеобразный, типа там, не знаю, оптический прицел, с помощью которого он как бы прицелится и выстреливает, но просто ему нужно все это вспомнить и нормально адаптироваться, научиться этим пользоваться так, как он пользовался этим раньше. Ну, вернее, если он все вспомнит, он так сразу же начнет пользоваться этим, так пользовался раньше. Вот, а если не вспомнит, то нужно где-то как-то учиться и тренироваться. А вот она и усталость. Вот она и усталость после использования пушки, причем он использовал, блин, реально большой радиус. Все хорошо? Рек! 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 Что случилось, Рек? Просто, наверное, нужно поспать, отдохнуть какое-то время. Сон тоже дает, наверное, силы. Спаси. Спаси. Спаси меня. Пропал. 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 Пропал! Рек! Рек, ты проснулся? Эй, ты как в порядке? Ты просто заснула, никак не хотел просыпаться. Может, это все из-за испепелителя? А, я... Ну, думаю, что да. Я... Я в порядке. Понятно. Хорошо. А, из-за чего ты... Посмотрите, если из-за такого луча, огромнейшего луча, он вырубился на небольшой промежуток времени, и при этом сейчас, сейчас я чувствую это нормально, да, понятно, сон также дает человеку, допустим, набираться сил. Как и еда, как... Ну, в его случае еда, наверное, подзарядка электричеством плюс сон. Сон, наверное, восстанавливает не на фулочку, но отчасти. То есть, чтобы все нормально функционировало, и чтобы сон нормально функционировал, нужно, само собой, поддерживаться в плане именно и питания, то есть, питаться нормально, не то чтобы полноценно, а именно сытно питаться, то есть, ну, чтобы ты был наевшийся, да, чтобы ты не голодал. И да, у меня какой вопрос возник. Так, если он использовал в прошлый раз луч гораздо более меньший, и при этом вырубился на гораздо более долгое время, длительное время, да, вот, что она успела его затащить просто-напросто к себе, вот, оставить дома, и только потом, когда она подключила к нему где-то какое-то электричество, он проснулся. То есть, если бы она его не подключила, не факт, что он проснулся бы и тогда, проснулся бы, наверное, через еще какое-то время. Вот, а это значит, что на момент выстрела, тогда, когда он ее спасал, он уже был достаточно измотан. И вопрос, каким образом он был измотан, типа, что такого произошло, что ему пришлось такого делать для того, чтобы до такой степени устать, что такой небольшой выстрел повлиял на него таким образом, что он был в отключке на протяжении такого количества времени. Может быть, на него подъем, подъем с бездны тоже как-то действует. Ну, то есть, он, по сути, как бы робот, не человек, если так подумать, да, нам указывают в основном на это. Вот, и значит, на него не долго, и тем более нам указывали, когда остальным было плохо, когда он чуть-чуть опускался в бездну, он не чувствовал при этом ничего. Но все-таки, наверное, если опуститься в самую глубину и после этого начинать подниматься, все равно проклятие бездны действует даже на него. Может быть, действует как раз-таки таким образом, что просто-напросто лежает его определенного количества силы, которые на данный момент, допустим, типа, у него есть. И вот он поднимался с какого-то там, с дна бездны, поднялся до уровня того, где была она, спас ее с помощью своего этого луча и вырубился. Ну, ладно. Это, наверное, ни к чему, что я здесь сижу, рассуждаю по этому поводу. Это, наверное, нам не нужно. Моя записная книжка пропала. Та самая, в которой ты постоянно делала заметки? Да. Скорее всего, я обронила ее, когда меня утащил тот рыдалец. Крюк на кармане тоже испортился. Но если так, тогда... Что ж, ничего не поделаешь. Уверена? Да. Ну, знаешь, уж лучше бы я потеряла его после того, как спустились бы на дно. Ну, то есть, если его найдут, то он будет содержать только мои старые записи. Так моя легенда будет совсем скучной. Другое дело, невероятно, Рика достигла днобездны. Или... Звездный компас все же указал на дно. И всякое такое. Но ты уронила его совсем недавно. Я хотела бы написать туда о твоем испепелителе Рек. Об этом я жалею. Кажется, туда же она записала то, что мои половые органы похожи на нас. Да, да. Она все туда записала. Дай ему похуй, ему главное, чтобы вкусно было. И выглядит даже вкусно. Приятного аппетита. Да, и что об этом задумываться-то? Недавно. Ну да. Рек, значит, тебя это все равно волнует, хотя ты и робот. Да. Это потому, что мы выглядим почти одинаково. Хоть и редко, но иногда мы все-таки ели мясо в приюте. Помнишь? Да. Вообще-то большинство приносят синие свистки с первого уровня. И те существа, мясо которых мы ели, тоже в какой-то степени питаются нами. Вот оно как. Грустно, когда они умирают. Но становясь кровью и плотью монстров, вскоре они снова становятся нашей силой. Именно так мы, все рейдеры, вырастаем сильнее. Ой, круговорот событий, типа это вот, снова этот, как его, король лев, вся хуйня. Даже этот кошмар, который мне снился, является лишь частью повседневной жизни. Вы превращаетесь в мясо, поедаете то же самое мясо, которое потом поедает, типа, вас, превращаетесь снова где-то в какое-то мясо, и вы снова их убиваете и съедаете то же мясо. Это и вправду вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok Умно. Умно. Да не хватает и все эти реликвии, ты ее, твою мать, не утащишь. И то есть вообще, если они-то вот, получается, делают где-то какие-то записи, но те, которые именно вот черные свистки, белые свистки, да, на каждом из уровней значит, я так понял, на каждом из уровней, вот сказали, типа, на втором там есть какой-то, типа, там, хранитель, белый свисток, да, значит, на третьем уровне тоже есть кто-то, на четвертом уровне есть кто-то, на пятом уровне есть кто-то. И когда кто-то опускается еще ниже, и при этом потом, не знаю, там, либо умирает, либо еще что-то находит где-то какие-то его записную книжку, какие-то записи, они не поднимаются сами с того уровня, а просто каким-то образом поднимают непосредственно этот предмет, непосредственно эти вот записи. Наверное, там есть какой-то, типа, там, подъемник или еще что-то, да, куда они ложат эти вещи, эти вещи поднимаются на следующий уровень, с того уровня берут, поднимают их на следующий уровень, там потом на следующий, и таким образом эта вещь доходит до поверхности. И, понятное дело, на вещь проклятие бездны никакого никак действовать не будет. Вот, и поэтому, когда эта вещь типа поднимется, люди, многие те, которые обучаются, и многие те, которые не опускались до такого уровня, те же самые, допустим, может быть и белые, может быть черные свистки, да, они читают эту памятку и плюс-минус представляют, что их ждет в случае, если они опустятся до того, уровня, на котором нашли эту запись. Получается так. Но все равно для того, чтобы изначально ее найти, нужно до этого уровня все равно опуститься кому-то. Опрокинутый лес, нижняя зона второго уровня. Вот это да! Смотри! Нижняя зона второго уровня. Значит, это они уже рядом возле третьего уровня. Ой, выстрелить прямо не получится. Мешают сильные порывы ветра. Похоже, что сокращать путь, как раньше, не выйдет. Что такое, Рика? Кажется, немного похолодало. Знаю, что тут ветер, но... Вполне может быть, что это из-за того, что в опрокинутый лес не попадают лучи солнца. Тут довольно темно, да? Ты справишься? Хочешь, достану накидку? А, нет. Лучше сделать это позже. Я продержусь. Лучше сделать это раньше. Мне же, или держаться, и запустить. Правильно. Удобно. Удобно. Рек, какой-то символ появился у тебя на шлеме. Что? Ого! Никогда не замечала его раньше. Он ни разу не появлялся до этого. И что он значит? Рек, а вдруг это особая письменность бездны? Ой-ой, он исчезает! Кто это? Кажется, их зовут Инбио. Кажется, мы зашли на их территорию. Думаешь, они злые? Да не, но как минимум они защищают свою территорию. Они за нами! Рика, ты в порядке? Да. Похоже, нам удалось сбежать с их территорий. Ты уверена, что нам именно туда? Да. Скоро мы должны будем достигнуть лагеря ловца. Я же говорила тебе. Я знаю, куда нужно идти. Мастер! Мастер! Так, мастер, мастер, ладно. Подождите-ка, у него на шлеме... Что это было? Ну, понятно, что нам со временем потом расскажут. Но, может быть, как-то шлем... Именно когда находится на нем. То есть у него же не зря на голове вот эти вот какие-то хуйнюшки, да? К ним, наверное, шлем как-то, допустим, типа, там встает. Встает, ну, там какие-то пазлы или еще где-то как-то начинают функционировать. И он тоже не просто так нужен. И не нужен не чисто, допустим, для какой-то защиты, чтобы тебе там по голове не ударили. А, наверное, вот как раз таки он слушает как... Не знаю, передатчик. Может быть, это какая-то информация на него передается. А, может быть, он, типа, чувствует что-то. Ну, то есть именно как-то объяснить. Если где-то кто-то появляется неподалеку, то есть какое-то существо, то этот шлем, наверное, срабатывает. Тем самым давая понять тому, кто его носит, что приближается такое существо. Короче, я не знаю, как оно работает, но 100% это что-то именно полезное. Полезное и нужное. И я до сих пор почему-то, вот у меня такая уверенность, что РЭК непосредственно с самого-самого-самого далекого и глубокого дна этой бездны. Что это, скажем так, высшая форма существования этой бездны. Так как мы, к примеру, люди считаемся высшей формой эволюции на Земле, так он, наверное, типа, высшая форма эволюции, конкретно именно в бездне этой. Ну, так мне кажется. Что-то приближается. Их двое. Один из них красный свисток, а второй... Даже не похож на Рейдера. Мне подготовить гондолу? Мастер? Похоже, что ветер наконец тих. Наверное, это из-за того, что мы покинули центр бездны. А если подумать, то и существа здесь поспокойнее будут. Так это так устроено. Видишь ли, силовое поле передаёт солнечный свет. Поэтому чем ближе ты к центру, тем больше встречаешь жителей бездны. И я также слышала, что если уйдёшь от центра подальше, то даже проклятие ослабевает. Так поэтому, значит, лагерь ловца так далеко расположен. Тут другое. А прокинутый лес слишком высоко расположен, чтобы спускаться прямо оттуда. Поэтому лагерь был построен для людей, которые идут длинным путём. Это место просто подошло больше остальных. К тому же, с ослабеванием силового поля улучшается видимость. Поэтому в лагере построили огромный телескоп. Рика, это и есть телескоп. Ого! Так это лагерь ловца? Как-то он высоковато. А, кстати, об этом. Что такое? Ну, вообще-то, в лагере ловца вроде должен быть часовой. Поэтому, когда он замечает людей, то спускает им гондолы, чтобы поднять наверх. Красный свисток, робот. Наверное, они предостерегаются. Рэг, сможешь достать своей рукой? Может, с двумя руками или... Сейчас попробую. Кажется, я смог взять... Рэг, что такое? Что-то... Взялось... За мои руки. А? Так она всё ещё жива. Это малявка. Несвергаемая рука... Белый свисток. Непоколебимая. Белый свисток, обладающий непревзойдённой силой. Блеск в её глазах. Принесёт ли он этим детям надежду? Или же это... Предвестник беды? Короче, знаете, что меня прикалывает? Это мне чем-то напоминает. Если вы знаете, если вы играли в игру, была такая игра «Принц Персии». Только не первая или во вторая часть, а именно третья часть. «Принц Персии. Два трона», да? И на протяжении прохождения этой игры, когда ты её проходишь на фоне, говорит тоже, получается, женщина, которая типа как бы по лору этой игры, это как бы Кайлина, да? Императрица Кайлина, которая рассказывает о том, что было, допустим, в прошлом, или что там предвещает беду, или что ждёт принца, допустим, там в дальнейшем. То есть она как такой вот рассказчик. То есть мы конкретно именно вот сейчас даже смотрим само аниме, и голос на фоне — это типа рассказчик, как будто бы писатель, как будто бы писатель написал где-то что-то, да? И мы смотрим как раз-таки экранизацию типа там его рукописи, но при этом он к этой рукописи добавил, получается, вот такие вот типа там слова. Смогут ли наши герои там сделать ли то-то, либо их ждёт там что-то другое, или им поможет эта женщина, или же она станет типа там последним, что они там увидят там, к примеру, в этой жизни, да? То есть я не дословно сказал то, что она сказала, я образно что-то из своей головы беру, да? Вот, и это, знаете, так вот придает какую-то такую вот свою атмосферу, такую вот необычную, интересную, я бы даже сказал, это сделано хорошо. Хорошо, и вот мне напоминает момент именно прохождения игры Принц Персии 2 Трона, что тоже навевает воспоминания и даёт такие вот какие-то приятные эмоции, приятные ощущения. Ну, то есть мне вот такое вот слышать прям как-то вот приятно, просто приятно. Я не знаю, как это иначе объяснить, вот, но это прикольно, это прикольно. Если бы этот голос почаще бы где-то как-то говорил, это было бы только лучше, было бы даже круче. Ну ладно, понятно, опустились на данный момент до... Да, небольшое приключение было, конкретно именно с рыдальцами. Рэк слегка вспомнил, как пользоваться своим своеобразным, типа там, бластером, своей вот этой вот пушкой. Что ещё мы узнали, что мы ещё узнали? Они опустились практически до края, до конца второго уровня, то есть рядом лежит уже третий уровень, но и добрались, собственно, до белого свистка, до которого чёрный просил их не добираться и не связываться с ней. И из того, как вообще она выглядит, да, как она выглядит, как она на них смотрела и что она говорила, допустим, по окончанию, я ей не доверяю, не верю, и она мне не нравится. То есть у меня такое ощущение, что ничего хорошего от неё ждать не стоит. И девочка там была какая-то, синий свисток. Но девочка, наверное, работает на неё, может быть, она родила, может быть, это дочка, может быть, она родилась конкретно именно на этом уровне бездны, хрен его знает. Вот, кто она такая, либо просто-напросто какая-то там помощница, кто-то хер знает, тоже это, наверное, пояснят, расскажут. Вот, но этой вот, этому вот белому свистку я бы не доверял. Хотя, по сути, если так подумать, ну, блин, они же все люди, они должны быть все заодно, она достигла уровня белого свистка, она там популярная где-то какая-то в своих кругах, да, то есть наверху, она популярная личность, и к себе подобным относиться, допустим, плохо, какой смысл? Причём, видите, она знала о том, что она, ну, то бишь, Рэк и Рики, да, что они, Рико, что они опускаются. То есть она знала о том, что Рика опускается сюда, на этот уровень, потому что она к ней придёт. Вот, плюсом, она знала её мать. Плюсом, она помогала её матери, когда та родила Рико, вытянуть её на поверхность. Может быть, у неё конкретные именно счёты какие-то с её матерью? Из-за этого она таким вот образом, ну, так о неё отзываются. Ну, ладно, это мы всё узнаем, наверное, в следующей серии. А на этом моменте тогда, ребята, буду заканчивать, и буду со всеми прощаться. Так что, надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И да, всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok